каких-то непонятных людей вообще набрали окей еще раз всем привет своим портал глухару глухтв я стримит комментирует у нас гранд-финал диффанса 3 матч между фнатик и его против виртус про виртус про ведутся счетом 21 встреча до трех побед и право первого пика теперь у фнатиков бана соответственно тоже никс ассасин в бане по-моему можно просто глаза закрывать и смотреть только когда пикать начинает на правах шутки так 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 и у фнатиков дополнительное время пати кого на пиках точнее даже еще на банах думает кого вторым бан отправить потому что тут на самом деле они как бы в одном шаге от поражения в одном шаге от того чтобы сравнять общий счет встречи вывод себе шанс побороться таки за первое место и дарк сирв отправляется в бан от фнатиков интересный ход им нужно каждый раз к этому банить на первых шагах на самом деле да тут во-первых какая сторона медали во-первых определенные предпочтения команды против которой ты играешь да не возможно команда вообще там не играть на каком-то никс ассасин или там беспей и так далее то есть против них нет смысла банить и героев если ты стопроцентно уверен что если даже не пикнут на играть и будут плохо тогда конечно нет смысла банить можно забанить героев которых ты знаешь что играет хорошо и вот против бан поэтому тут каждый бан он не просто так идет первых но котел банится потому что он имбалансе на части своим вейвом эллиминейтом и он очень сильно пушит заливает манну у него отличный ульт позволяющий к себе союзника притянуть поэтому он тут по кд в бане просто сидит но он весь диффенс на самом деле в бане иногда была в пике но по-моему весь диффенс в бане просидел кажется сейчас не вспомню надо лезть статистику на сайте смотреть какая-то такая картина в фнатике посмотрим как уже не пикнут возможно тут что-то опять интересно они нам изобразят решили пока больше не давать вирту сам ну ну вот вот он вот он ключик один из не давать на crazy пока ну точнее crazy пока не отдавать потому что ну как бы они сами неплохо им тоже могут делать ну когда он у виртусов уже не две игры так проиграли тогда пак был у виртус про и в общем они видимо не хотят повторения истории в третий раз поэтому пока не дают и вечер профит от виртусов бэтрайдер ну посмотрим как бэтрайдер в этот раз себя правит по прошлой игре как-то вообще невыразительно он играл прям так скажем примерно как бэтрайдер фнатиков во второй игре когда они проявили виртусам где бэтрайдер тоже там дайдер ну и в итоге там ничего из этого не вышло толкового смотрю кого фнатик себе доберу вторым третьим пиком будет ли это ранний кэри в плане показывания вот мы пикнули там какой свена а вы контрите его как хотите возможно магнотавр опять будет взят точнее прошлый раз он был от вирту софт но посмотрим и очень много времени потратили фнатики уже 20 секунд всего осталось дополнительного времени может афк нет никаких афк все-таки увидим и лайфстилера не плюс чем ну как бы мне не хотелось чтобы у него все-таки гуль будет ну понятно фнатики хотят выиграть эту игру поэтому гуля взяли тут как бы но есть конечно бэтрайдер с флэймин лассо который может его грубо говоря застанет и куда-то увезти ненадолго проблема в том что там чен который холибрессингом будет его отлично хилять либо спасать опять же есть пак в котором отлично можно ворваться за место инфестом садится он широка берут и что ну или широка взяли как антипуш я полагаю да чена ну что это в этом духе нюкать крипов ну как бы хватит принципе дамага станут хотя бы крипов поубивать антимаг кстати был забанен снатик он в принципе с гулем может воевать но тут забанен лондрейд забанен фантом лансер который с ластилером отлично разбираться может если доживет до лейта гуль потому что с ним вообще ничего потом не сделать потому что там куча копий которые не убить ну конечно есть какой-то некий вариант виде battle фьюри купить на гуля но это никто не практикует насколько я видел гулю бф никто не покупает против лансера но я не видел ни разу чтобы кто-то пытался гулем убивать лансера через battle фьюри баунти хантер отправляется соседом в бан в принципе в нем тоже любит гуль кататься пойми как паки потому что тут халявный инвиз отличная мобильность трек и прочие прелести баунти хантера вполне себе оправданный бан этого героя конечно и в паке можно хорошо залететь и очень такая неплохая разрывная комба получается из этих двух героев особенно если пак очень на плотную кучку врагов то там гуль конечно под дрим койлом и салом развернется так что мало не покажется особенно учитывая чена который всегда может в случае чего подхилить если еще умело переключать армлет на гуле то очень проблемно убивать под ченом ну проблема фнатика в том что пока они думали о гуле и чене у них бонусного времени не осталось сейчас они вынуждены будут очень быстро пикать и банить потому что тут 6 секунд что рандомный бан и магнатавру все таки ну понятное дело что с вайфстиллером он справляется за счет того что ставит его в стан в рейджа ну забанили такую явную контру вайфстиллера это антимаг фантом вансер магнус антимаг потому что сожжет ману ты не включишь рейдж просто напросто ну и вансер по той же причине из-за кучи копий которые тоже быстро сжигает ману и просто их тяжело убить антимага опять же тяжело грохнуть потому что там блин ну и магнус потому что пробивает рейдж и ликан решили подбанить настолько сильно испугались ну вообще конечно всегда могли взять спокойно фнатики ликана и выйти опять запушить вообще бы им это проблем не составило поэтому вертуса решили перестраховаться вполне себе сейфовый такой подбан ликана потому что фнатиков ликан мы уже видели он если отпустить не простит вообще ничего и убьет всех и всем но опять же есть чен и как бы давать ликана вместе ченом да еще и сгурен тут определенно точно такие же проблемы будут и на миде хотя нет но это не мид это какая-то вторая своего линия непонятно кто из них на мид пойдет панда штормовая опять же у него неплохой сплэш за счет своей уйты за счет скиллов очень хороший ганглер опять же у него гуль может сесть поэтому тут мобильность у команды пока очень неплохая то есть гуль перемещается в одном из этих героев до замеса выпрыгивает и понеслась пока как у вирту софт но пик вообще пока конечно нечем сейчас посмотрим кто-то четвертым будет фнатика правда времени на подумайте но у вирту софта бонусного времени еще навалом догонай там решает контрить ваш стилера ну как то я даже не знаю за счет брони ну гуль купить дизоль за счет хп гуль будет больше ну в общем очень странный метод законтрить лайфстилера очень очень странный конечно выбор прям так скажем мне свен лучше смотрелся бы лучше ну просто там дамага много больше только пока этот дракон расфармится это очень куча времени это броня двенадцать брони но это это как-то даже не знаю рубика добираются фнатики пятым героем и есть почти две минуты у вирту софт подумать над последним пиком конечно есть еще одна игра в запасе это можно пока еще проиграть ну конечно не надо проигрывать можно победить уже и пойти спать потому что по москве уже три утра доходят фнатиков только полночь намечается поэтому им им пока все комфортно вирту сам уже не комфортно играть в большинстве своем скорее всего потому что турнир уже очень далеко зашел за полночь но и переносить матч как бы никто никуда не будет поэтому сидеть тут все будут до упора вот ну пошло бонусное время последние минуты у вирту софт ну тут можно очень долго еще пока сидеть и думать 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 пока еще есть какие-то варианты но это вот с этим пока не справляется вообще никак на самом деле потому что их просто пуш ему роют ну конечно есть фурион который может там пнями как проблема в том что эти ребята начнут на ультах залетать и проблемы огромные будут конечно здесь есть битрайдер который ну кого он тут тягать будет пака если только там в паке гуль может всегда сидеть ты тянешь пака там выпрыгивает гуль прилетает панда и варвака вот это в принципе норм да это может зайти итак на вирту софт вирту софт у нас на варваке смайл элидан на дк нс на лишь раке ксина на вечер профите и крейзер на битрайдере у фнатик ю но ты играет на чене эра новая стирия флай играет на рубике я полагаю трикси будет на шторме о блин боже я забыл какой там уже пятый урок у фнатиков я уже тоже не особо соображаю местами кто у них там хани а хани на паке скорее всего в общем тут непонятно как бы принципе не особо разные герои большому счету не совсем еще шалел еще вспомнил кто же них там пятый окей у нас фнатики за свет туса за тьму поехали 2 600 уже зрители на игре смотрим закупа пак сразу с ботинком у нас интересный вариант ему кстати варду еще положили и пошел он стоять хард ну вообще принципе нормальный вариант понятно зачем ему ботинок а пардон сцену сменить конечно вовремя напомнили пока еще фб тут не свершилось дальше закупы смотрим тут у чена какая-то фигня вообще закуплена он вообще все деньги потратил к курицу варда и вообще остался с одними смоками ну наверно чем то чем то есть смысл вертуса опять пятером в своем лесу ну в общем закупа увидели бэтрайдер с быстро бутылкой ну с попыткой выйти в быстро бутылку очень быстро ну и особое такое что тут пак с ботинком мы чем вообще без этого будет походил посмотрел смотрел свои владения никого нет спокойно будет качаться так ну и туда чего на черпрофит не пойдешь ты прикольно к секрет непонятно окей так тут у нас встретился нс спаков забрал себе инвиз рубик развлекается стрентом ну и смотрим линию пак куда это пак ну интересный блок а ну правильно да на самом деле нормальный блок чтоб не отводили здесь вот в общем у нас панда стоит на меду пак будет терпеть на соло харде ну и тут трипла видите рубика гуля и чена которая тут эпизодически будет куда-то высовываться виртузов ждк стоит вместе с лешраком и варваком лешрак тут в инвизе пока еще но сейчас он здесь кончится на меди тут стоит битрайдер ну и в лесу качается профит то есть он никуда не пошел не против кого гуля пока стоять поэтому гуль пока фрифарм так ну и лешрак начинает накидывать так в меди в меди панда уже по полной начинает харасить битрайдера в целом конечно отчасти панда где-то посильнее будет в плане дэмэджа такого сразу зарядиться битрайдера нужно сначала стики на опалму накидать чтоб какой-то дамаг пошел существенный это несколько проблематично сделать чем панде нажать один скилл зарядиться и дать по лицу очень больно ну гуль тут просто халдит стопит крипов чтобы они не пушились под вышку так и пак тут побежал гонять профит тут не особо он его нагоняет потому что так и профит полетел сюда будут пушить виртуса видимо решили повторить задумку фнатиков в следующей игре и сами вышли пуши такой ранний профит получил второй выскочил сразу со своим двумя пнями варвак тут пытается чего-то танковать вышку зачем-то смайл тут пошел дал дальше еще паку удар на один сроке нужно переагривать пиклов ну в общем с диаболиками тут пожили немножко чешки ну и снатики не особо торопится на дед вообще не торопится и ехать не будут ну видимо что пак отошел стоит аккуратно издалека потому что как бы подходить сюда ну сразу умрешь первая вышка себя заносит виртуса в актив первая денюжка нормальная шторм несет себе чего несет бутылку себе несет бэтрайдера бутылку уже в кармане лежит ну и что эти господа решили продолжить дальше пушить судя по всему но пока их отсюда не сгонят они не уйдут надо полагать так ну в общем решили не терпеть это безобразие рубик сюда тп дал так просто они не остановят или зориор пока слабень и мобов не особо поверить право мобов на себя сагрили определенный плюс в этом есть мы нужны отступить поставили правдовое арт на вступление чтобы увидеть кто идет тут кто идет отсюда в то время им тоже тут чен не спит вышел с троллем здесь пушить тоже подкинули вышечку ну скелетом вообще просто ну нормально взял отвел мобов просто скелетами сагрил маяц сориентировался за пару игр шутка конечно про пару игр но это так на правах легкого троллинга на самом деле все грамотно сделал подошел скелетом сагрил мобы ушли спокойно вышку сожрали один в один разменялись ну еще и гуль ее добил а там вышку убил нифига не драгонайт там вышку просто мобы забрели поэтому в этом плане преимущественно так крипса смутим гуля 26 и дальше очень сильно отстает джанейчер профит который должен будут стоять так же против дк но не так сильно отстает не такой отставали ну и чем конечно же просто так отсюда не уйдет никуда с гулем тут еще подходит к ним с речки рубик которого уже там бэтрайдер встречает но эту вышку сейчас точно убьют потому что вертуса во первых глифдовно потрачен ну и мобов нет динайбл скорее всего он останет хотя возможно и допустим хотя кота может если катя дать еще сделать пару выстрелов вышка будет динайбл да это вы добиваются да все можно динать убивает кат или задинать с вышками как бы все просто элементарно до безобразия не стали рисковать фнатики в давлении чтобы забреть эту вышку чуть-чуть денег они конечно за нее получен можно было бы побольше если кто-то подошел на помощь у дк крипстад 22 в принципе измерим с гулем преимущество у гуля только по поводу в том что он вышку убил поэтому денег чуть побольше есть уже пт дк пока не закупается между прочим просто тут нервем влади выживать ну в принципе там пока просто крипы бьют ему не особо критично стики напал кстати максим бэтрайдер но так ли оно конечно надо 2 наверно ну в общем короче бы эту конечную ведь не так ну и рубик тут стоит выжидает думает идти или нет там сзади еще чем так и поднимает шторм инвиз и забегать лишь рак есть которого можно на втыкать которому можно стопить 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 но пока не рискует не рискует сковать ждет подкреп и тут он пошел видимо ловить здесь флориона да флориона он тоже особо не навтыкает потому что дэмэджа не хватит поэтому ааа ну курицу тогда убьет да 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 ну-ка ну-ка виртуса виртуса курьер раз два полетел три четыре и убил и тп просто молодец молодец нормально зашел трексе подкараулю курицу дам конечно уже ничего не было но просто сам факт что курьер сдох это неприятно на самом деле он 175 голды еще всем дал поэтому тут практически получки заработали закил курьера летающая курица это всегда вкусно через меда сыграть да как в принципе плохая задумка конечно окупится успеет ли он но купить вот в чем вопрос потому что гурю же фанги полетел на битрайдера выскочил и это минус битрайдер конечно никуда не уходит рекси забирать сбивают сеткой телефон не широко и дабыл кило трексе неплохое начало натиков ну вот о чем я и говорю то есть будет садиться летать выпрыгивать ну как бы нужно держать всегда в уме что при таком пике для двух летающих героев всегда в каком-то из них скорее всего сидит гульд и вот так вот стоял битрайдер очень далеко отсюда не шаг пыталась его конечно спасти в итоге сам за этим занятием умер зачем здесь торговал бэт вот так вот далеко непонятно афнатика все хорошо тут варды тут варды сюда еще вард воткнули захватывает преимущество по вижену на карте чтобы на кого-то вот так вот прыгать почаще где-то с пака залетели гулял где-то с панды и пак уже блин дагер купил поэтому тут все очень круто давайте это мы откроем тут у нас смотрим что у гуля армлет приближается он такими темпами тут армлет будет очень ранее что что и надо для этого героя пока все располагает тут тут вами даса не даст им просто ну во вирту со собрались терпеть раз собираются так и залетает здесь шторм конечно идет ста не отпустит он варвака никуда еще но и чем раз конечно полетел чтобы догнать как создание наглое но тут без шансов конечно варвак умер фанда уже даже на восьмом уровне очень много наносит дэмадж таким тонким героем потому что пока он летит он с прилетом долетает дамаг ну и варвакси самсо двадцать капот как все очень просто убивается если правильно делать штормом бит райдера трейдера даггер скоро будет осталось 300 колды буквально курьеру них все еще мертвый прошу прощения опять залетели на этого несчастного бит райдера который вообще ничему не учится но конечно не знаешь что здесь стоят варды но че он тут стоит ну там же шторм блин уже восьмого уровня уже далеко уже летает почему быть райдер остается здесь один уже второй раз но тебе один раз убили здесь но неужели нельзя понять что тебя постоянно так будет убивать если ты будешь здесь стоять но вот тут стоял же видео вот тут тут герои да понятно что где-то может быть панда там еще и гуль на чё ты там один стоишь зачем еще не вытворяет так панда тут развлекается с легеном бесконечном полете пока он работает правда него мана не особо много он тут все равно не налетает а конечно с регеном можно такой домашний если взять реген у вас батстолом там включают вылетите через полкарты прилетайте вы делаете рэмп уж но это так брак и сабы траве 6 опять умрет даггера отвожусь очень серьезно по моему три часа ночи берут свое потихоньку 4 0 и в туса уже проигрывают сейчас по фрагам мне если они в таком духе будут играть то счет станет 22 ой пока ты смотрел тут д.к. а как он тут умер я чё-то не понял труп на базе была такая а это он тп что все ему долетел удар шторма что ли как-то так но я других вариантов просто не вижу как он на фонтане мог умереть здесь там долетел этот заряженный удар и он сдох чем д.к. был на фонтане умер это печально на самом деле но вирту сам нужно идти и пушить вот они очень много времени потеряли они вот это вышли один раз ушанули вышку и все на этом успокоились их начали ходить убивать они абсолютно не препятствует опять здесь на бэтрайдер залетели поставили койл телекинез фейтболк ну и факт добивает в этом бэтрайдер так даггер не купит он уже третий раз дохнет ну по прошлой игре же еще не зашел же бэтрайдер зачем взяли еще раз но почему не пикнуть клапу это намного интереснее герой особенно против этих не тут куча тонких героев то есть sonic вы клапы и убивает от первых всех кроме гулян прокатки можно пытаться гасить особенно под воротом бэтрайдера по моему ну либо куинте не хотя они бы на миде это тут еще конечно фейспалм но ну и конечно виднее чего пикать но он в итоге них минус 2 вышка на миде и в итоге взяли вирту сапу шпик а запущен это как раз их потому что у них нет уже ой не собрать 5 вышек у них нет они убили одну потому что там динайбл вышки по моему нижней кажется хотя они там а хотя нет кого они тут профита две вышки как раз таки спелс брить но верту сейчас еще и 6 потеряю на там профит развлекается но по галде видим уже за 5000 полку то тоже это очень серьезно преимущество снатиков конечно там фурион сплетушит но это пока не особо так и в общем прилетел гулять с пандой фурион отсюда никуда не смысл то он еще очень долго там стоял и думаю нажимать такой или нет но и досиделся в общем в общем он там досиделся на самом деле здесь опять залетал пак но больше наверно спасалась этим койлом на самом деле нежели но его там чен еще вот и пешил на базу тестов фейтом верту сам на самом деле нужны драки 5 на 5 потому что у них есть fatal bounce и голем то есть fatal баунсов я вообще еще не видел за месяц либо на где-то кидал на я посмотрел ну им нужны драки 5 на 5 при том что он зачем-то хил еще за макси вместо того чтобы макси fatal bounce и в их ситуации хил помню не та вещь которая так нужна на самом-то деле ну тот беды бегает продает тоже бегать продает и фар но или дан без армлета это не или да какой кэри без армлета да но если только свэн да без армлета хотя им хотя очень удивительно что там свэн был без армлета или там не или да на нем тогда себе я че тоже сейчас не вспомню то тогда на свои не играл в вирту софт но тут термлета будет то что процент так ну и откроем еще раз темы чтобы по всем не бегать не кликать смотрим гуля давно уже армлет присутствует как бы тайминг отлично у него шторм варить орочек чтобы соли пока давно жизнь далее тут парка не есть мека ботинки все дела уже тусов же 2 мидаса варит варвак аганин бэтрайдер таки купил себе даггер пытается сделать армлет пк тут есть файзы типа на вороте хотят решение на самом деле ну убегать от гуля ну самом деле ему арканы нужны потому что лишь рак опять же которую нужно заливать опять же у дк своим а мало импс вы хотя я смотрел вообще будет качаться похоже без брис файра сейчас плюсы одни идут до тянет один плюс тут выучен самом деле уже в общем посмотрим чего из этого выйдет а тут владимир гуль купил интересное решение так скажем не совсем традиционно так уже 2 блин стал есть почти почти уже вора 400 что он сейчас совсем будет без вариант на кого-то залетать убивать даже сова если с гульон так можно там двоих принять принцип так все залетели и пойдут искать правду у них будут тут проблему тут-то в смоках их виртуса ждут сейчас они рискуют тут загулять по большому счету то бэтрайдер виден драйдера т.б. сразу минус без шансов вообще даже из каких-либо на вертуса дальше не пошли то есть бэтрайдер опять куда-то чё-то вылез с 1 чё-то ходит смотрит самый танковый герой виртус про ну блин такой раз им четвертый раз уже умер 80 это конечно совсем плохо так а здесь рубик я времени убил в лесу уныча профита который тут качался и 90 же ну так какой-то совсем уже в мясо избиение декана хватом но я еще на стадии пика сказал что это вообще принципе ничего с этими играми сделает а уж ну декану варвар тут варвар просто еще ни разу голема не кинул ну блин ну когда он дэм бараки сломают вот наконец-то улев от албаум от албанцы попали только в чем в итоге умер замесе быть райдер моментально опять из-за прокаста паком так а рубик краушеду в итоге блин ну надо же ну блин почему fatal bounce и не пошли до голема почему они только третьего уровня но во первых еще они не попали по всем кому надо там в одного чена влетели все мы пошли в итоге фнатики на рошана ну как бы если варвар не будет попадать во всей команде fatal bounce или сверху падать уже голем на это дело а там залетать nature в раз залетать бэтрайдер же что в общем ничего не выйдет абсолютно с таким пиком так и в общем будет все в банду фиданули тут голема пак залетел поставил койл на лишрака минус лишрак минус дка сейчас еще будет но тут можно вообще выходить уже на самом деле минус варвар с руки с бэтрайдер и это 22 без шансов просто дебалки от робика уже но virtus отчет вы еще не торопится ливать потому что но у себе бы время сэкономили ну тут шансов 0 просто вообще никак нельзя это выиграть абсолютно уже уже никак нельзя даже тоже тут профи купил себе shadow boy я говорю что на и даст это плохо но на и собрались терпеть да но это не даст не успел медаса купиться ни у того ни у другого героя ну профи то может быть еще как-то успел чуть-чуть покупать все давай тебя докажи бегать с одним армлетом и пт при медасе гуль при прочих равных имеет 2 300 сверху владимир на этого раз просто включаем гуль 8 600 как бы ну медас зачем тут нужен был дк понятное дело что без медаса он бы имел меньше денег кстати ничем профит каким-то чудом убил панду очень интересно как панда умудрилась фигануть его практика в этот момент пока смотрела темы черт побери это был очень важный момент как это в профит умудрился его грохнуть фраг есть можно поесть но это цитата из фильма 21 выигрыш есть можно поесть кто не в курсе вот это так просто это это вот из этого фильма адаптированная фраза по доту я одну наверно все в курсе никто не в курсе это просто так для общего развития так сделала фраг можно пойти покушаем на но это ангел от просто переводит этим американским кастером потому что понятно дело что русский транслит они знать не знаю но это так все на правах на правах просто пошутить но вертуса не собирается прямо сейчас выходить на блин тут с такой ситуации конечно по где на самом деле не так и много но по опыту тут конечно фейсбол 12000 но 7 с половиной это еще конечно не такое отыгрывали но я не знаю как нужно разлететься вообще всей команде чтобы и гулял убить и фангу грохнуть и фанга полетела но тут но тут кофе было точнее даже не копитом просто успел на блинке уйти будет райдер несчастный которые вовсе пытаются постоянно убить 06 crazy так ну в общем профит долетался да сплит пушился не под каким его не отпустили шадов блэйдом мой больше цену пока гем тут как бы думать нечего тут тем временем то гуля нашли пытается убить возможно даже они от поле синг там еще аегис надо выбивать армлет переключается за этим делом профит умер который выкопался застанет и аегис таки выгодил усилием пяти человек правда сейчас умрет д.к. летать пак панда ну теме века конечно же сдох байбэк у профита байбэк уже нет денег там нет на байбэк уже конечно ну в пятером гуля убили кое-как но у него ривер правда уже конечно лет там сидела до тех героев вертуса набрали вообще что чего-то с гулем придумывать ну как бы гуля видели зачем взяли д.к. я вообще честно говоря не понимаю но в принципе гуля не контрит но не спасет его броня против этого в стилера ну как бы будет я много брони гуль просто берет покупает дизоль ну даже пока без дизоль и разгрызает д.к. на ура дизоль купил и все но и смысл от этого драгонайта много брони остальные герои вы просто бить не будут зачем он и они других поубивают там есть цели которые можно фармить но ради его замораживающего дыхания но это гуляние становится прям так скажем учитывая то что он может всегда в замес ворваться вот в этом персонажа поэтому пик д.к. здесь но это был файл на самом деле в большом учебном какой-то еще можно было пик туда там какой расклад что мортра хотя бы скритов как там если соберет и тема будет просто скритов передамаживать гуля но д.к. пока соберется пройдет слишком много времени и гульта тоже не будет сидеть на заднице не клювом щелкать тоже будет фармить и чего-то собирать такого интересного в общем это скорее всего сейчас будет финальная драка потому что если кнатики выиграют они разломают на базе вообще все они чего-то испугались и дима ждут пока уль д.к. кончится все-таки сплэш неприятным местами хотя д.к. сейчас вылез украл рубик ульт и сейчас тоже превратится ты спал ну почему стану можно нажать зачем рубику отдавать эту ульту свою ну нафига ну профит бегать развлекает и панда конечно же допустим ладно обманул стратегическая пауза от чена увидит или не увидит вот в чем вопрос поэтому он этого профита там хоть начали т.п. казалось даже еще не начинал т.п. кастовать в общем короче сейчас умрет потому что панда стопроцентно полетит сейчас влево то есть либо полетит сюда наверх либо полетит вот сюда смотреть то что него гем там тут шансов вообще никаких отсюда уйти вакси конечно правильно что пытается хоть как-то сплит пушить хоть как-то оттягивает сюда этих двух героев иначе бы им давно бы все сломали нафиг тут конечно же ну тупак еще вылетел куда-то у него 3500 денег господи откуда он столько на фарму то не он ужас какой него праве авто всего два дэвас хит по 66 крипов откуда столько ниже вышки давно не убивают за ассист видимо как-то накапывал потихоньку непонятно откуда столько деньжечь самом деле шторма то тоже приличный денег для 300 сверху дальше у нас тут есть мека тут все в порядке тут у нас только форста 2 500 можно даггер купить непонятно что он дальше купит 3000 человек из игры смотрит кстати игром между прочим вот 1 2 2 которая уже скорее всего будет придет наверное чуть побольше в общем посмотрим но дк пытается сделать бк б окей прям так скажем не и там мечты против гуля потому что не особо поможет и что факт ставит кайл который сейчас тормознет дк и бэтрайдер которые охотятся тут зачем нет причина конечно они убьют отлично контролит но ты два раза за стан и одним отерам кентавра мы просто полетел конечно вперед крут уа-а-а-а-а че тут слова сейчас пак подходит с алиса убили чена да 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 отвратительно вообще все сделали на самом деле че он бутылку не кинул в него ну ох уж этот бутрайдер ну он эту бутылку вообще не любит юзать он в предыдущей игре эту банку не кидал когда на блоке ну или шрак сейчас тоже здесь киданет ну тест оффлэйт привет как дела от чена но тел доминейтинг на чене это просто жесть ну в общем это погоня за ченом это полный фейспаун особенно то как они бежали давай в итоге рубик догнал д.к. и шторм у шторма манна кончилась какая печаль а то бы он д.к. не отпустить так ну и так ну натур профит полетел конечном вниз сплит пушить чего ему еще делать на базе ловить ему нечего что там у бутрайдера украли файл стащили который до сих пор почему-то второго уровня какого блин я не знаю это не подается вообще описанию никакому то что творит бэтрайдер на самом деле по той простой причине что у них в принципе мало дамага так он еще фаерфлайн на 2 всего вкачал и бутылку вкачал на 4 который не кидается когда надо очень странный выбор конечно ну при широка все плохо на простой простой причине что просто не дают нигде качаться везде убивают д.к. со своим мидасом эрмлетом это фис помочь итак ну полетел тех шторм на перехват этого товарища ману нифига уже нет и профи что он там конечно не найдет нигде там кстати даггер 4 300 упака почти на текст хватает ну не совсем прям уж совсем почти хватает но очень близко он уже к этому звездному моменту когда он будет хексить а пак решил сделать все намного хардкорней дагон второго уровня они решили по бэмить ну на самом деле а чё бы и нет ну хотя как бы иметь нормальный боевые тем ну на самом деле он больше для принижения оппонента больше всегда использовался по большому счету особенно ну в такой ситуации на паке который вместо хекса делает дагон как бы намекает что оппонентам давно пора ревнуть но они все как то вот не ливают поэтому давайте-ка куплю дагон и будут про каста ходить ломать лицом такому нибудь дыка любит райдера что-то в этом духе говорит пак покупает дагон профит спрятался спрятался стоит смотрит тут крадется панда сейчас стоит конечно высунуться только этому профита ему сразу отломает вообще что пана полетела искать ну чё ты отсюда не улетаешь улетай все-все умер никуда отсюда не уйдет чё стоял ждал ну нафига вот испытывает судьбу я не понимаю не хочешь тратить свой телепорт просто улетит и на своем тп домой ну но если прятался значит чувство что кто-то идет чего он тут остался он столько раз уже летал на эту линию что панда уже просто на пофиг пошла бы его там искать если профита нигде нет если профита нигде нет и он не пушит значит он где-то кулай что он то еще прилетел еще раз ой просто жесть чё он вытворяет ну понятно что надо что-то делать но видеть то точно не надо куда еще шторма то видеть если вы хотите сохранить хоть какие-то малейшую призрачную надежду на победу хотя конечно с 20 еще опыта перри фарма какая тут но все равно просто в тупую два раза в одно и то же место лететь неприкольно он все время летает 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 в этот низ его панды раз и он выкупился полетел еще раз там умер да в итоге профит 17 с единственным кстати фрагом команде который каким-то чудом вообще убил этого шторма поэтому в принципе можно видеть остальная команда это вообще никого не убил там просто соло как ты убил этого шторма это видимо придется реплей смотреть как он эту панду грохнул я думаю в паузе зайдем посмотрим каким это чудом он этого штерма там убивал ну очень уж интересно как он охотом убил потому что это панда там на 5 хп что ли туда пришла дефаться ну посмотрим в общем чего сейчас изобразят виртуса в обороне гуль уже на изготовке боевой тут линкин сфера у шторма практически есть в общем ждут дагон кстати пока второго урона так ну и профит уже улетел улетел сплит пушить а у шторма тп не так ха ха прекрати ну в общем на вечер кофе сейчас тут до последнего будет стоять чего-то изображали фнатик не торопится кстати заходить тут микрочи первого уровня зашли и ой как залетел то ли на вечерока сразу минус просто на пофиг заходят койл по двоим лизари лоб а голем то был вообще голем вообще очень поздно фатал баунсов ни на ком нет мега килл чена на поле блэйса конечно профи там что-то пушит но это все пользу бедных а дк на фонтане это проблемнее найти на самом деле как дк вздох на фонтане а хотя чего мы просто нажмем эти хайлайты надеюсь покажет по хайлайтам смерть дк смерти банды все-таки там 400 голды с него куча ну чем просто тут казни всю команду виртусов у него сколько там килов 6 0 просто чем да это конечно жесть почему виртуза до сих пор не ливнули я не понимаю зачем растягивать время вам же еще в игру-то играть время это уже пять утра скоро будет такими темпами и виртуза совсем никакие будут скорее всего потому что уже видно что какая-то фигня творится сейчас еще варлоком да и что решили до последнего себя выливая отсидка и пак такой просто бабах подошел рубик вольте дк какого-то фига опять у него есть это подошел и просто казнил этого nature профита по нейтборсу все видно но дк вот с мидасом а фурион кстати вообще почему-то меньше дк даже фарманул несмотря на свой ульт то есть как-то вообще вообще никак фурион не зашел он на фарме уменьшен дк который у фуриона должно быть больше фарм всех в своей команде а у него фарм меньше чем у дк да ну не особо больше варлока которого все время убивают хотя фурион тоже все время дохнет зачем пикатите героев непонятно че нельзя взять нормальный герой которые чего-то могут делать против гуля рубика шторма сайленсер почему не взяли непонятно рубик просто blink out и все ищите сейчас еще проставницы просто подкать втроем пошли в четвером пошли убивать иного рубика не поймали сейчас шторм с гулям и все объясню что не туда полетел дк находит пока дает ему драгонтейл пак сразу в шифт кою по двоим просветка голем упал потолбанцы пошли щена с рубиком таки убивают сделали еще два фрага воли выше но правда на этом все закончилось три полки лад трипси наконец сдались уса наконец-то сити нахватить мучить эту партию уже левых огонных и пак казнить своих догонам третьем уровне мальчер профит все продолжает еще чего-то качаться ему не хватило тридцати пяти минут ну и это 2-2 ну эти две игры виртуса проиграли по пику по большому счету но если предыдущий еще как-то можно было ковыряться то тут совсем мясо слип потому что ну как-то вот пассивно они сидели вроде начала такую щас мы пойдем запущем начали бодро и пара раз убили они пушить перестали ну или там потом только один профиль чего-то пыталась изобразить этими вышками этого слишком мало там финальной табличку можно даже не смотреть там просто разве